Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. Студия работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Жительница Караганды повторно заразилась коронавирусной инфекцией. Случай официально подтвердили в Министерстве здравоохранения Казахстана. Впервые женщина перенесла ковид в июне. Во второй раз врачи поставили ей диагноз в конце октября. Как подчеркнули в Минздраве, иммунитет у переболевших сохраняется от одного до трех месяцев, поэтому меры предосторожности нужно соблюдать всем без исключения. Отмечу ранее о первом в Казахстане повторном заражении коронавирусом сообщили в Западноказахстанской области. Однако позже председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагомбетова заявила, что данный случай не рассматривается в Минздраве как повторный, так как не был подтвержден результатами эпид-расследования. 6 ноября в Павлодарской области усилят карантин. По периметру города установят блокпосты. Такое поручение Акиму региона дал заместитель премьер-министра страны Яралы Тухшанов. Сократят количество авиарейсов и поездов внутри страны. Кроме этого, в населенных пунктах области, где число заболевших ковидом превысит 10 случаев, будут установлены санитарные посты. Закроют религиозные объекты, театры, кинотеатры и культурные учреждения. Изменится режим работы ТРЦ и непродовольственных магазинов площадью более 800 квадратных метров. Большую часть сотрудников переведут на дистанционную работу. Вместе с этим мониторинговые группы усилят контроль за соблюдением карантина. Новые ограничительные меры вводят в Кустанайской области. Теперь лицам старше 65 лет выходить на улицу рекомендуют только в случае острой необходимости. Походы в театр, которые до этого были возможны, теперь пенсионерам запрещены. Также сократился режим работы непродовольственных магазинов. Их двери будут закрываться в 17 часов. Под запрет попали экскурсионные групповые выезды на природу. Они доступны только группам не больше трех человек. Режим локдауна в регионе сохранится и в выходные. 9 ноября по периметру Кокшетау установят блокпосты. Соответствующее поручение дал Яралы Токшанов. Установят их в населенных пунктах региона, где ежедневный прирост составит более 10 случаев. Кроме того, в регионе сократят авиасообщение. В Алматы и Актау будут летать только один самолет в неделю. В два раза уменьшатся и железнодорожные перевозки. Если ранее в Казаларду поезда ездили каждый день, то теперь только три в неделю. Ограничат передвижение жителей и внутри самих населенных пунктов области с 11 вечера до 6 утра. За исключением работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения. В Казахстане растет число больных коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла почти в три раза. В Восточно-Казахстанской области пациентов с ковидом стало больше почти в семь раз. В Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Кустанайской областях в три раза. Об этом заявила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Исмагомбетова. По ее словам, больше 300 человек за последний месяц приехали с положительным тестом на ковид из-за границ. 6 октября госграницу пересекли около 149 тысяч граждан НРК и иностранцев. Из них у 278 выявлен положительный результат. Наибольшее количество выявленных завозных случаев отмечается в Североказахстанской, Кустанайской, Павлодарской, Западноказахстанской областях. Международными рейсами прибыло около 61 тысячи пассажиров. Из них протестировано 8352. Выявлено 41 положительный случай. В Североказахстанской области ПЦР-справки станут обязательными в поездах. Тесты можно сделать в четырех лабораториях Петропавловска. Стоимость одного составляет 8025 тенге. В сентябре в регионе было зарегистрировано 153 случаев заболевания коронавирусом, а в октябре 355, причем 56% инфицированных произошло в областном центре, говорят санэпидемиологи. Поэтому было принято решение о введении обязательного наличия ПЦР-справок. Это поможет исключить распространение вируса из-за ЧГ-инфекции. Напомним, что без справок с отрицательной реакцией на COVID не пустят и в самолеты. На выезд, для того, чтобы нас потом наши коллеги и наши соседи не обвиняли, что мы перевозим инфекцию к ним, выезжая, была введена такая непопулярная, я понимаю, мера. А междугороднее сообщение, автобусное, оно будет прекращено и запрещено между карантинными пунктами. Остальные межобластные перевозки не запрещены. Делал внимание на обеспечение реальной состязательности между стороной обвинения и защитой в уголовном процессе и подчеркнул важность повышения доверия населения к судам. Министерство внутренних дел запускает мобильное приложение «Полиция-102» с тревожной кнопкой. Сотрудники сразу же получат местоположение данной звонящего человека и отправят наряд на указанный адрес. Воспользоваться услугой можно будет уже в декабре. Еще одно новшество специально разработано для родителей. Они смогут отследить местонахождение ребенка с помощью нового мобильного приложения «Найди меня», связанного со значком на одежде школьника. Стоимость такого устройства примерно 2500 тенге, отметили в Министерстве внутренних дел. Сервис заработает до конца года. Техническая возможность, например, мы нажимаем 5 секунд, вот здесь кнопка «Сос» есть у самого устройства. Видите, «Сос», да, то есть ребенок нажал кнопку, то есть, ну, здесь разные возможности. Сразу же сигнал падает родителю и полиции. По регламенту полиция звонит родителю ребенка, узнает, все ли в порядке с вашим ребенком. Если родитель говорит, все нормально, мы там ошиблись или игрался ребенок. Если родитель подтверждает, что ребенок находится в опасности, полиция тут же выезжает на последнее место. На 41 тысячу тенге оштрафован карагандинец, спровоцировавший драку своего сына с одноклассником. Суд признал его виновным причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное его расстройство. Напомню, видео с дракой двух первоклассников попало в сеть две недели назад. Бей! Я сказал, бей! 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 Я не могу держать! В смысле, не могу? Я не могу держать! Вот так, берешь за уши? Когда пострадавший мальчик заступился за девочку, отец обидчика потребовал от сына перенаправить агрессию на защитника. Мужчина продолжал руководить действиями отпрыска, настаивая на более жестоких приемах и сильных ударах. При этом сам не раз наглядно показывал, как нужно бить. За подобное правонарушение ему грозило до 15 суток ареста. Но суд принял во внимание, что родитель – единственный кормилец в семье, в которой трое малолетних детей. Но методы воспитания ему все же придется изменить. Косможа Мартукаев принял председателя Национального банка Ербулата Досаева. Он доложил президенту о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев и состоянии платежного баланса, а также о работе по развитию национальной платежной системы. Глава государства дал Нацбанку несколько поручений по обеспечению финансовой стабильности в стране. Почти полтора года жители столицы ждут обещанные квартиры, которые они приобретали по госпрограммам. Решить проблемы дольщиков обещают представители казахстанской ипотечной компании, но не раньше января следующего года. Правда, в будущих новоселах большие сомнения на этот счет. Справлять новоселье в ЖК Багустам жители столицы должны были еще прошлым летом. Сейчас конец 2020-го, а возведена лишь половина жилого объекта. Писали письма в различные инстанции. Все инстанции без исключения ссылаются на пандемию. Говорят, что все держат на контроле, мониторят. Но по факту оказывается, что ничего этого нет. Даже в данный момент строительство не идет. Долгожданные квартиры люди оформляли по госпрограммам. Разбираться с застройщиком пытались и неоднократно, но все тщетно. В дело вмешались представители казахстанской ипотечной компании. Городейный случай должен наступить 25 января. Мы будем мониторить объект. Если мы будем видеть, что застройщик не исполняет свои обязательства, мы присутим в процессе действия. Первый мы должны подобрать инженерную компанию, которая пройдет обследование на предмет заряжения строительства. По словам представителей ипотечной компании, если шар Курылыс не справится за этот срок, застройщика поменяют. Однако этого обещают не допустить. Действующая стройкомпания намерена решить проблему уже в ближайшее время. Временный дефицит рабочих рук был связан с пандемией. Что касается первой очереди, это позиция 1, позиция 3, которая планируется закончиться уже в этом году, к концу года. Что касается 7 и 11 позиций, срок завершения – это конец марта, 21 века, ой, 21 года. То, что говорка случайная, дольщики уже не верят. Завтраками их кормят не первый год. Говорят, их не удивит, если справлять новоселье в квартирах будут уже их внуки. Ирина Панфилова, Талгат Абду Кожа и Аян Сарсинбаев, Хабар, 24. Вот уже полтора года в пригороде Атырау не могут достроить школу. По плану открыть ее должны были еще летом, но сейчас, кроме фундамента, на стройплощадке ничего нет. В итоге местные школьники вынуждены учиться в соседних селах. В Акимате сообщили, что проект заморожен из-за карантина. Когда ждать открытия школы, выясняли наши корреспонденты. Это та самая долгожданная школа в селе Жанаталап. Точнее, ее фундамент. Это единственное, что возвели строители. Хотя этот учебный год школьники должны были начать в новых и просторных классах. Население поселка растет. Нам давно нужна школа. Детям приходится ездить в другие села учиться. Это очень далеко. Нам обещали новую школу, но слово свое не сдержали. Мы обращались в Акимат. Там сказали, что из-за пандемии в стране сократили некоторые расходы в целях экономии бюджета. На сегодня официально освоено всего 5% от общей стоимости проекта. А она более чем внушительная. Около 2 миллиардов тенге. Деньги выделялись из республиканского бюджета. А потому за их распределением следят из столицы. Рапортуют местные чиновники. В соответствии с решением правительства из-за пандемии коронавируса пересмотрена часть расходов бюджета. А потому строительство данного объекта временно приостановили. Но в данной ситуации виноват и подрядчик. Тем временем вопрос с финансированием до сих пор не решен. Но даже если и направят очередной транш, строительство школы возобновят только на следующий год. Андрей Деминокос, Ланбекшигара, Монтай Матенов, Жандос Рахмитулин, Хабар-24. Атрау. Сразу три школы выставили на торги в Жамбылском районе Североказахстанской области. Их минимальная стоимость – один тенге. Объекты образования находятся в малочисленных селах, где нет школьников. В одном из таких побывала Наталья Волкова. Потом оставили четыре класса, мини-центр, а потом все закрыли. И все на это. Школа была ухожена. По классам и коридорам вместо звонких детских голосов здесь давно гуляет ветер. За годы эта ухоженная школа пришла в упадок. А после торгов стены, окна и парты пойдут на строительные материалы. Все потому, что учиться в Рождественке больше некому. С маленькими детками у нас один. Я говорю, возле остановки живут. Четыре годника ребенку. А остальные все разъехались. В основном пенсионеры. Школа большая, двухэтажная. Ну а как не жалко. Если бы люди жили, вот этого не было бы ничего. Вот, все заросло. Сейчас на улице у Василия Воскобоя всего два соседа. В самом селе осталось чуть больше 20 жителей. А десятки лет назад в Рождественке стояло больше 200 домов. Все работали в колхозе, сеялись, занимались животноводством. По сельским меркам деревня была богатой. А сегодня у жителей нет даже своего фельдшерского пункта. Вся деревня уже распалась. Уже здесь делать нечего, наверное, все. Хотя и деревня была хорошая, большая. Раньше Минком был, даже вот на втором этаже в школе был. Работала, приезжала с Мирного. А Горнова без Миркома еще? Да, уже год, наверное, больше. Татьяна – сторож той самой школы, которая раньше была гордостью деревни. Здесь учились ее дети, могли бы и внуки. Но работы в селе нет, поэтому и уезжают. Сейчас женщина официально трудоустроена. Но как только найдется покупатель на школу, работу потеряет и она. У нас вообще нет в деревне работы. Если уже ее нет в деревне, какая работа будет? Что мы сейчас держим хозяйство? Мне не хватит даже юрту купить передвижную в районе. Вы заедете, спросите, цены там миллионы. Где их взять? Жители Рождественки рады бы переехать в более перспективное и развитое село. Да только даже вырученных от продажи малочисленного хозяйства денег, увы, будет недостаточно. Тем временем выставлены на торги еще две школы района. А все потому, что одно село упразднено, а в другом живут меньше пяти детей школьного возраста. Это же все, бюджет поступает. Кто-то разбирает, кто-то, наоборот, ремонтирует и что-то разводит под склад или под животноводство. Всего за последние 10 лет в области закрыли 145 сербских школ. Наталья Волкова, Тулеген Иманов, Хабар-24, Североказахстанская область. В следующем году на специальные надбавки для работников села в Североказахстанской области направят около 5 миллиардов тенге. Мира предусмотрена законодательством и стимулирует граждан не покидать села. Однако среди тех, кто может остаться без дополнительных выплат, оказались ветеринары. Почему так произошло и не спровоцирует ли это отток специалистов, узнавала Нургуль Ахметова. Жан-Серик Басагаринов работает ветврачом в двух селах Новокаменке и Архангельском. Сам живет в 50 километрах отсюда. Каждый день ездит на службу. Следит за здоровьем сразу 5000 коров, лошадей, свиней, овец, плюс домашняя птица. Только на руку не накручивай. Свой труд ветеринары называют опасным и неблагодарным. И животное может ударить и владелец скота отругать. При этом работы хоть отбавляют документацию, даже на дом берут и ночью заполняют. Материально-техническая база весслужб, по словам самих специалистов, тоже оставляет желать лучшего. Во всех цивилизованных странах все уже предусмотрено облегченный труд, а у нас все по старинке. Вы же сами видели, как мы сейчас лошадь ловили. Давили, душили, хотя должен был хотя бы раскол быть какой-нибудь, станок, когда можно было завести, без проблем взять. А у нас такого пока нет. В регионе 339 ветврачей. Все они трудятся в селах. Средняя зарплата 101 тысяча тенге. Доход зависит еще и от поголовья, но все равно не столь высок, говорят специалисты. Есть и надбавки для сельских работников, но ветеринарам они с этого года не положены. Законодательством предусмотрено повышение, надбавки к зарплате, оплата коммунальных услуг ветеринарным специалистам, работающим в сельской местности. То есть именно должны быть они на уровне района или сельского округа. Наши все ветеринарные специалисты, они так как являются работниками ветеринарной станции, которые находятся в коммунальной собственности, они под эту категорию не подпадают. На отбавки в 25% это своеобразная разница между доходами сельских работников и городских. Она предусмотрена трудовым кодексом и начисляется регулярно для определенной категории гражданских служащих. В 2021 на эти выплаты планируют выделить около 5 миллиардов тенге. Сначала по постановлению определяется категория конкретного сотрудника, соответствующий стаж, умножается на базовый должностной клад и уже на эту сумму мы дополнительно начисляем 25% сельских. Это отличие принципиальное от тех, кто работает у нас в городах. Сейчас в регионе решают вопрос с тем, чтобы и ветеринары тоже получали эту 25% надбавку. Тем более, что в селах не хватает больше 40 ветворачей. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. В Астана-Опера прошел концерт в честь 175-летия Абая Кунанбаева. На сцене театра впервые прозвучал вокальный цикл Тулегена Мухамеджанова на стихе великого поэта. Зрителей из-за карантинных ограничений было совсем немного. Все они соблюдали необходимую дистанцию. Также в концертную программу включили произведения из музыкально-поэтического наследия Абая в обработке разных композиторов. Кроме того, в стенах театра организовали выставку, где можно было увидеть костюмы, созданные для оперы Абай. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова